Итак, друзья, новый день и новая задача. Прочитал очень мотивирующую статью о том, что если ты хочешь чего-то добиться, нужно поставить себе чёткую цель и идти к ней. Так вот, я себе поставил цель в 2021 году заехать в этот дом. Я не знаю, на всё, конечно же, воля не наша. Я всячески буду стараться всё-таки эту мечту реализовать. Ну, а сегодня я буду заниматься прокладкой экструзии по полу. Давайте с подвала начнём. Итак, что нам понадобится? Я взял 12-е грибочки 12 на 10. Возможно, монтажная пена и демпферная лента точно. Я всегда считал, что демпфер – это глупости. Как может плита, которую мы зальём в 7 сантиметров толщиной, раздвинуть стены дома? Ну, я так думал, когда я ещё был диванным экспертом. Сегодня я уже точно знаю, что демпферная лента нужна для того, чтобы плита, которую вы зальёте, не пошла трещинами. Чтобы этого не произошло, нужен демпферный слой. Первым делом я хорошенько очистил периметр пола от всевозможных наплывов бетона и выпирающих камешков. Пропылесосил покрытие в цоколе. Можно начинать работы. Сразу совет – читайте инструкцию к материалам до приезда на стройку. Зимняя пена оказалась не такой уж и зимней. Оказывается, до начала работ с ней пену нужно выдержать 10 часов при комнатной температуре. Или она будет работать вот так. Эти работы я делаю первый раз, поэтому шаги пока немножечко неуверенные. Разумеется, вначале нужно приклеить демпферную ленту. Совсем забыл сказать, что я уже отстрелял будущий уровень пола и отметил на стене маркером. По этому уровню я и фиксирую ленту. Когда готовился к работе, слушал советы бывалых, которые говорили, все неровности обязательно засыпать песком. С осени заготовил 19 ведер сухого песка. Но критических неровностей нет, и песочек пригодился как утяжелитель для приклеивания экструзии. Должен сразу сказать, эта работа мне понравилась. Сложного вообще ничего нет. Подумать только с каждым шагом я ближе к заветной мечте. А вы спрашиваете, что меня мотивирует? Вот он ответ. Почистил я, значит, снежок. Смотрите, какая штука сошла. Это с крыши сошло. Значит, будут скоро здесь снегозадержатели ставиться. Монтажная пена замерзла, мне работать неудобно. Я затопил баню, там отогреваю пену. Наверное, все прогорело уже. О, нифига тут жара. Так, техно-никольку возьму. Это хорошее. О, жарко, все запотело, да? На один этаж у меня ушло уже два баллона. Это третий. Около 40 квадратов она. Ну, там еще под лесенку места, поэтому 40 квадратиков. Три баллончика. Прогретая пена работает просто отлично. Кстати, в комнате, которую я сейчас делаю, будет стоять 7-футовый бильярдный стол. Я уже сломал голову над мыслью, что же мне расположить под лестницей. Решать это нужно уже сейчас, так как непонятно, прокладывать ли там ветку теплого пола. Кто уже сталкивался с этим вопросом, подскажите, как вы обыграли это пространство в своем доме? Через видео сложно передать те чувства, которые испытываешь в моменты, когда дом видоизменяется. Совсем недавно это была каменная, безжизненная коробка. А сейчас в нем уже ощущается тепло. Наверное, это тепло души, которую я вкладываю в работу. Правильно кто-то писал в комментариях, что отопление дома нужно выстрадать. Тысячу раз перепродумать все элементы и создать именно то, что будет радовать и греть долгие годы. Этот путь проходит каждый строитель. Сейчас, видимо, пришла моя очередь. В основном нигде ничего не прогибается. Пока еще не делал нашу кинотеатрную комнату. Сделал бойлерную, сделал прачечную, сделал бильярдную. По овощехранилищу вы мне говорили про терморазрыв. Я подумал, что я вот здесь делаю бортик как раз по высоте 12 сантиметров. Когда буду заливать, это и будет у меня терморазрыв. То есть комната вон та, она полностью будет отделена от основного дома. Слушайте, ну душа поет вообще классно. Я вот отстрелял везде уровень, это по лазеру. Поставил сразу бортики, это столько будет наливаться бетона. Реально у меня получилось, что бортики местами даже не ныряют вниз. А высота бортика вот этого, она 10 сантиметров. Соответственно, не 7 буду заливать, а где-то в районе десятки в основном везде. Этим бортиком, кстати, очень удобно будет просчитывать кубатуру, которую мне надо будет заказать пескобетона. Спасибо вам большое, я уже это в видосе сегодня говорил, за то, что отговорили меня от батарей. Блин, я реально хожу и понимаю, что на улице сейчас минус 20, в доме плюс 5. Это на первом этаже. И здесь сейчас держится плюс 3. Вон градусник я покажу. Вон. И теперь, после того, как я это все запенил, мне необходимы места провалов, они все равно остаются на плите, пристрелять грибами. Или по-другому дюбель-гриб или дюбель-анкер. Теми штуками, которые я показывал вам в начале фильма. Поэтому я беру перфоратор, беру гриб 10 на 120 и укладываю их в экструзию. Перед началом этого процесса я прошел по всем комнатам и пометил маркером места, где ППС прогибается от нажатия. В этих местах я установлю грибковые дюбеля. Технология укладки экструзии под теплые полы не требует такой степени перфекционизма. Это по желанию хозяина дома. Времени у меня достаточно, поэтому буду делать именно так. Полы крепкие. Теперь я могу смело уже по ним ходить. Беру сетку и укладываю ее на пол. Друзья, тут я вообще очень сильно накосячил. Узнал об этом, когда начал делать раскладку полов. Ну, приблизительную. И оказалось, что... Нет, по идее все правильно. Я купил 15-ю ячейку для того, чтобы у меня 16-й сшитый полиэтилен укладывался шагом 150. Год назад было холодно. Огрузили мне ребята в мороз. Может быть, не должным образом посмотрел. Я не знаю. Но есть одна проблемка. Мне положили 20-ю ячейку. Об этом узнал только сегодня. Как теперь быть, я просто не знаю. Укладывать 20-й шитик или укладывать 16-й. Но вязать его получается не в ячейку. Короче, я встрял. Я встрял. Я не знаю, что сделать. 20-й, мне кажется, если я буду укладывать шагом 200, я просто могу попасть на зебру. Теплый холодный пол будет неправильный. Смотрите. Укладывать 16-ю трубу с шагом 150, но не соблюдая ячейку. Или укладывать 20-ю трубу на 20-ю ячейку. Надо просто посмотреть, сколько стоит 16-й, 20-й и что экономичнее. Так, ну а мы идем дальше. Чистота на рабочем месте – залог успеха. Подготавливаю пол к укладке сетки. Сейчас начну ее вязать. Как я понял, я не только ошибся с размером ячейки, но и калибр сетки взял жидковатый. Принял решение, что если труба теплого пола будет поднимать сетку, фиксаную ее грибами по краям. Думаю, это вообще уже не проблема. Пришла пора связать все полотна в одну большую сеть. Сколько я не советовался с различными сантехниками или, как правильно назвать, ребят, которые занимаются отоплением. Все говорили, что вообще не волнуйся, бери просто стяжки пластиковые или даже металлическую вязальную проволоку и просто стягивай ей сетку. Но что-то мне подсказывает, что если я провяжу металлическую сетку изолентой, это будет намного качественнее и торчащие концы никоим образом не повредят сшитый полиэтилен. Поэтому я принял решение, что буду делать это на изоленту. Очень важно, чтобы она была согретая. Я работаю в минусовую температуру и всю зиму теперь вы будете видеть меня именно вот в таком виде. Извиняйте, но пока отопления нет. Очень хочу подойти уже к отоплению, чтобы в доме наконец-то появилось тепло. Это просто капитально дорого. Но я стараюсь. Я уже приобрел распределительный коллектор и приобрел гидрострелку. Читая ваши комментарии, вот большое вам спасибо за них, увидел, что большинство людей склоняются к лучевой системе и большинство людей говорит, что одного котлового насоса недостаточно. Тем более, что у нас порой бывает, что минус 40 может стоять 2-3 недели. Реально. То есть, ну, Сибирь. Сибирь. Холодно. Сегодня было минус 22. Немного опережая события, скажу, что на 100 квадратов у меня ушло 2 матка изоленты по 20 метров, 5 банок пены, 1 промывка, 17 пачек экструзии по 8 листов в пачке, 16 полотен сетки, 2 рулона демпферной ленты и 2 дня неспешной работы над цоколем. Придумал, как мне подготовиться к морозам, работая на стройке. Я сейчас вам покажу одну конструкцию очень-очень-очень аккуратно. Это я просто в овощехранилище установил печку, чтобы было хоть немного где греться и нагнетать определенную температуру. Но что-то пошло не так. Это жесть просто. Вот сейчас пробило. А в чем проблема, не могу понять. Закинул газеты. Начало сначала вроде вверх, все, я прям прожег, нормально. Закрываю, как начало дымить, открываю, дымит в салон. И потом уже понял, что все, я сейчас задохнусь, закрыл. Думаю, потухнет, потухнет, проветрю дом. Слезы, короче, дышать нечем. Выбежал на улицу, труба не работает. И потом буквально через секунду тепло пробило и пошло. Не знаю, в что я делаю неправильно, надо разобраться. Но так не пойдет дело. Это что, каждый раз я буду так закапчивать свою котельную, этот, подвал? Ну, изобретения, конечно, шикарные. Блин, как ей пользоваться правильно, а? Надо пойти на улицу подышать. Ну что, могу сказать, что у меня осталось закрыть только коридор и санузел второго этажа. Это реально 5 минут работы. Здесь будут установлены коллекторы под радиаторы второго этажа. И от этого же коллектора я возьму запитку на теплый пол через смесительный вкладыш с термоголовкой. Сейчас, пока я пылесосил, думаю, надо не забыть установить трап сразу, чтобы он был залит в тело пола. Мне так будет удобнее. И сейчас мне пришла мысль о том, что какой там трап, если у меня коллектор радиаторной сети не имеет своего еще места. Пылесос мне пока больше не понадобится. Кстати, вы спрашивали, что за бочку я за собой таскаю. Ребята, вот в этом видео можете посмотреть про нее, как я ее делал. Эта система называется циклон. Как я уже говорил в предыдущем видео, начинаю я с правого верхнего угла. Еще один момент. Я пока не знаю точно, какая будет высота в полов на втором этаже, потому что у меня еще не сформированы лаги, они не куплены и они не просушены. Поэтому сейчас я демпферную ленту даже не прокладываю. Я потом ее просто приложу и ляпками бетонными придавлю к стене. И все. Здесь надо сразу пометить, где у меня идет шахта. Прямо входит идеалочка в таком виде. Дом просто преображается. Давайте проведу небольшую экскурсию. Осталось сейчас пропылесосить. Согласен, тут немножко мусора есть. Не обращайте на него внимания. Я сейчас вам все покажу. Не буду ничего спрашивать про трубы отопления, про радиаторы и системы. В голове реально такая мешанина. Столько всего изучил и перелопатил просто потому, что одну систему нравится, классная, но дорогущая, не знаю как. Смотришь другую, не нравится, но дешевая. Вы очень правильно мне сказали в комментарии о том, что систему отопления нужно родить. Она должна в моем подсознании выкристаллизоваться и появиться как знание. Чтобы я потом не задавал тупые вопросы. Ребята, почему у меня вот здесь нет давления или что-то туда не идет или что-то где-то не проходит. Поэтому вашими советами, моей тягой к знаниям мы вместе победим, я уверен. Ну, уже точно решено, что это будет лучевая. Точно решено, что у меня будут панельные металлические радиаторы. Решено, что будет сшитый полиэтилен на теплые полы. Вот по радиаторной сети я пока еще не знаю, что это будет. Либо полипропилен, либо металлопластик, либо сшитый полиэтилен. И все-таки я опять свалился к отоплению. Не буду вам сегодня мучить уже. Давайте посмотрим просто, что получилось. Это я сейчас приберу пропылесос, чтобы будет чистенько. Вот так это все сейчас выглядит. Сеточка вся связана на изоленту. Все просто так, как должно быть. Покажу вам кинотеатрную комнату. Вы мне посоветовали. Я с женой проконсультировался, и мы решили, что это будет у нас кинотеатр-моя комната для моих творческих идей и мыслей. Потому что сауну реально по вытяжке тут мы замучаемся с ней. Тем более, что мы уже решили, что у нас баня будет постоянно теплая. Там у меня, кстати, тоже столько идей я уже напридумывал со стеклянными стенами и так далее. Поэтому, блин, ребят, у меня контента, короче, наверное, на полжизни. Поэтому, пользуясь случаем, советую подписаться. Потому что вы потом в любом случае подпишетесь какой-нибудь идейкой. Да я вас все равно заражу, и вы скажете, нет, на этого дядьку надо подписаться. Почему бы это не сделать сейчас? Ну, пойдемте посмотрим еще первый этаж. Вспомним, работал недельной давности. Вообще нет проблем, наступаешь, нигде ничего не проваливается. И это очень-очень радует. Писали мне в комментариях, для чего ты используешь грибы. Так я их использую для того, чтобы просто сейчас эти листы были прикручены крепко к полу. И я не мучился с тем, что они там где-то поднимаются. Я просто хожу, и вообще не волнуюсь, что у меня что-то может где-то произойти. И то даже при таком раскладе все равно небольшие люфты есть. Очень улыбнул меня комментарий про то, что делай на клей для кафеля. Так я с удовольствием, если бы в доме не была сейчас температура. Вот на улице минус 17, а здесь сейчас минус 3 градуса. Это на первом. В подвале потеплее. Ребят, бонус для тех, кто досмотрел до конца. Вот он мой конь. Иди ко мне, коняга моя. Вот ты красотка. Вот от нее я хочу сделать себе отводок. Как там пчеловодство называется? Как это у собак? Щенка, короче. Но у нее непонятно пока, когда у нее начинаются эти дни. Любит, когда я ее чешу. Любит, так побегает, побежит, я ее почешу так немножко. Ах ты волк мой, любимый волк. Я снимаю на камеру, ты на канале будешь. Алла-байчик ты мой. Иди гуляй, 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 гуляй. Вперед. Красотка. Красотка моя. Ну а я был очень рад вас сегодня видеть. Увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»